Столица 18 часов и смотрите новости. С вами Динара Саду. Добрый вечер. Глава государства принял Акима Шимкента, Ерлана Айтахана. Новопрезидент ознакомился с планом по строительству дорог в поселках, присоединенных к городу, обеспечению газом, электроэнергией и питьевой водой. В завершении встречи Касамжумар Тукаев дал ряд конкретных поручений по повышению качества жизни горожан. Страны-гаранты приняли совместное заявление по итогам 13-й встречи на высшем уровне по ситуации в Сирии. Его озвучил заместитель министра внутренних дел Казахстана Роман Василенко. Документ состоит из 13 пунктов. Каждый из них направлен на установление мира в Сирийской Арабской Республике. В частности, в заявлении подтверждается неизменная приверженность территориальной целостности и суверенитета Сирии. Выражается убеждение, что сирийский конфликт не имеет возможности военного решения. Страны-гаранты настаивают на том, чтобы эта проблема была решена исключительно путем мирных переговоров. Также Иран, Россия и Турция обращаются к международному сообществу и организации объединенных наций с призывом участвовать в оказании гуманитарной помощи и восстановлении социальных объектов школ и больниц. Один из пунктов, содержащихся в заявлении, касается ситуации в городе Идлиби и Северо-Востоке Сирии. Там в настоящее время сосредоточено большое число террористических группировок. Страны подтвердили решимость в их окончательной ликвидации. Высказали серьезную обеспокоенность в связи с увеличением присутствия террористической организации Хаят-Тахрир-Аль-Шам в зоне и подтвердили решимость продолжить сотрудничество в интересах окончательной ликвидации ТГИЛ, Джабхат-Ан-Нусра и всех других лиц предприятий и организаций, связанных с Аль-Каидой и прочих террористических групп, признанные таковыми Советом Безопасности ООН. Выразили сожаление в связи с жертвами среди мирных жителей. Согласились принять конкретные меры на основе предыдущих договоренностей по защите гражданского населения в соответствии с нормами международного гуманитарного права и безопасности военнослужащих стран-гарантов, находящихся внутри и снаружи Идлибской зоны деэскалации. Пострадавший при взрывах в Арысе ребенок сегодня скончался в Нур-Султане. 9-летний мальчик умер в результате черепно-мозговой травмы, которую он получил в ДТП. Во время эвакуации ребенка сбил автомобиль. 28 июня он был доставлен с анавиацией в столичную детскую больницу в крайне тяжелом состоянии. Ребенок госпитализирован в отделении реанимации. Были проведены все необходимые обследования. Был консультирован нейрохирургами из республиканских клиник, нейрохирургами из города Москвы. Были приложены все усилия для того, чтобы спасти данного ребенка. Однако сегодня в 9 утра ребенок умер. В Кокшетау молодого человека, игравшего ночью в футбол, стреляли из оружия. Инцидент произошел несколько дней назад во дворе одного из городских жилых комплексов. Пострадавший обратился с заявлением в дежурную часть полиции. Он получил сквозное ранение ноги в область коленного сустава. В настоящее время личность подозреваемого установлена. Им оказался 37-летний житель областного центра. Стрелял он из пневматического оружия. По данному факту стражами порядка возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. В настоящее время по данному факту возбуждена судебная производство. По статье 293 части 3 УК РК «Хулиганство». Оружие в качестве вещественного доказательства изъято. В настоящее время назначена судебно-баллистическая экспертиза. Ведется следствие. Мера пресечения избрана. Обязательство явки. В Актау началось судебное слушание апелляционной жалобы детского хирурга Анасуканова Таргазиева. Напомню, детского врача обвинили в мелком хулиганстве. Из-за конфликта с посетительницей больницы врач провел сутки в изоляторе. Такое решение судья административного суда приняла якобы в связи с повторным нарушением административной статьи. Однако сторона защиты не согласна и намерена добиться оправдательного приговора. Уже заслушаны пять свидетелей. Среди них и очевидцы инцидента, чьи показания не были рассмотрены первой инстанцией. К слову, сама истица так и не пришла на заседание, ссылаясь на плохое самочувствие. На крыше Алматинской пятиэтажки вспыхнул огонь и загорелась кровля. Сообщение о пожаре поступило в полдень. Спустя пять минут на место прибыли бригады огнеборцев. К счастью, очаг возгорания удалось быстро обнаружить и потушить. Из-за неосторожности рабочих воспламенился складированный битум. Жертв и пострадавших нет. Площадь возгорания составила всего 10 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. Подразделения Алматинского гарнизона выехали по рангу 1 бис. Здесь задействовано было шесть основных автомобилей, две специальные автолестницы. Эвакуировано было 30 взрослых, 10 детей. Теперь о том, что происходит в мире. Причиной гибели троих европейских туристов, обнаруженных в озеро на Аляске, стало таяние ледника. Тела окружили острые глыбы, отколовшиеся от массива. По мнению экспертов, людей просто выбросило из лодки при падении льдины. И они оказались в холодной воде. А без гидрокостюмов выжить в такой ситуации практически невозможно. Как рассказал местный гид, обнаруживший тела, район, где плавали европейцы, был крайне небезопасным. А в этом году ледник стал особенно нестабильным. США намерены увеличить тарифы на китайский импорт на 10%. Они затронут товары и продукты общей стоимостью 300 миллиардов долларов. Меры вступят в силу 1 сентября, заявил президент Дональд Трамп. Глава Белого дома также обвинил КНР в невыполнении своего обещания закупать больше американской сельскохозяйственной продукции. Напомню, Пекин и Вашингтон с прошлого года ведут торговую войну, что негативно сказывается на мировой экономике. На этой неделе в Шанхае прошли очередные американо-китайские переговоры. Они, как ожидается, будут продолжены в сентябре. Сеул планирует ввести ответные меры по ограничению торговли с Токио. Накануне Япония объявила, что исключает Южную Корею из списка так называемых белых стран, в которые высокотехнологичные компоненты поставлялись по упрощенной схеме. Это решение вступит в силу через три недели и станет уже вторым этапом торговых ограничений со стороны Токио. Месяц назад Япония решила ограничить экспорт в Южную Корею материалов, необходимых для производства электронного оборудования. В Токио тогда заявили, что Сеул якобы нелегально экспортирует товары в КНДР. Выстроить деловые отношения с соотечественниками в Турции. С такой целью в Стамбуле прошел бизнес-форум фонда «Отандастар». Мероприятие стало частью торгово-экономической миссии Национальной палаты предпринимателей «Атамикен». Участниками которых собралось порядка 150 человек рассказали о стартап-проектах и бизнес-инициативах фонда. Наши соотечественники в Турции смогли задать интересующие их вопросы по продвижению бизнеса и культуры между странами. В планах фонда создать сеть казахстанских деловых домов и культурных центров по всему миру, в том числе и в Стамбуле. Они будут входить и в состав Казахского культурного делового дома. Согласно идее, их представители станут проводниками казахской культуры и традиции, а также будут способствовать продвижению казахстанского экспорта. Спецификация нашего фонда – это создание системных условий для поддержки наших соотечественников, как за рубежом, так и вернувшихся на родину соотечественников. И такая вот работа за рубежом совместно с Атамикен, этот форум у нас проходит, он у нас второй по счету. Первый прошел в Мюнхене здесь, в Стамбуле второй. Здесь принцип, главная задача какая – поддержать наших казахов, наших соотечественников за рубежом. Создать им эти возможности, помочь создать эти возможности для их развития. В чем преимущество соотечественников? Они знают среду, знают язык, у них решены какие-то все социальные вопросы. 16 фактов незаконного вмешательства правоохранительных органов в малый и средний бизнес выявила антикоррупционная служба Павлодарской области. Проблемы предприниматели обсудили на специальном форуме. Среди барьеров, к примеру, административное регулирование и коррупционные издержки. Для их снижения уже 1 сентября в городе будет открыт фронт-офис. Он послужит базовой площадкой, где Павлодарцам будут разъяснять их права и возможности. Основной задачей сегодняшнего форума является формирование нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции на всех этапах. То есть условно сегодня присутствуют на нашем форуме представители всех районных акиматов, городских акиматов, области, представители региональных управлений, всех сфер деятельности, а также представители бизнеса и неправительственной организации. Обсуждались очень актуальные вопросы. Представители бизнеса, общество задавали вопросы, которые в течение нескольких лет не могли решиться. Судебных исполнителей, не способных взыскать долги по алиментам, будут лишать лицензии. Для проверки достаточно жалобы от получателя. Законопроекты на рассмотрение мажоресменов ожидается, что примут поправки до конца года. По словам министра юстиции Марата Гитаева, с начала года на исполнении находилось более 200 тысяч производств по алиментам. Число должников сократилось примерно на четверть. Теперь им с трудоустройством помогают акиматы. Но если неплательщик дважды откажется от предлагаемой вакансии, будут принимать более жесткие меры, вплоть до лишения свободы. А еще на примере зарубежных стран в Казахстане планируют создать фонд выплаты алиментов. Например, в Финляндии существует фонд, который помогает плательщикам алиментов во время сложного периода жизни, когда они, например, потеряли работу или заболели. Они берут деньги в этом фонде для выплаты алиментов. И впоследствии, когда у них все налаживается, они возвращают эти деньги в фонд. В парламенте мы будем дополнительно этот вопрос обсуждать, дополнительно изучать. Но идея в конечном итоге, через какое-то время, через 3-5-10 лет, выйти на создание такого фонда. Жители отдаленных городов и районов Крагандинской области сетуют на неудобства, возникшие с введением новых правил получения водительских удостоверений. Сдать практический экзамен на вождение можно только в областном центре. Для этого, к примеру, из Улытау придется преодолеть 650 километров. Из Жасказгана и Приозерска – 520, а из Балхаша – 400 километров. Раньше экзамены проходили в местных регистрационно-экзаменационных подразделениях полиции, но с 1 июля их закрыли. В Карагандинском регионе было 8 РЭО. Экзамены можно сдать лишь в единственном на всю область Карагандинском спецсоне. Но и тот автоматизированный автодром закрыли на ремонт. Заканчиваются ремонтные работы где-то в октябре месяце. На период капитального ремонта мы согласовали с центральным аппаратом, с областным капом и первичкой. То есть для получения водительского удостоверения практические экзамены сдаются на территории областного ГАИ-автодрома. Условия там созданы на основании комиссии. Есть определенные трудности для граждан, которые проживают в удаленных районах. Но этот вопрос сейчас обсуждается с центральным аппаратом. И будут созданы какие-то условия для того, чтобы первичка практического экзамена сдавалась на территории, на местах. Многодетная жительница Туркестана открыла ферму благодаря адресной социальной помощи. Накопив ежемесячные выплаты, она запустила производство яиц и мяса. О предприимчивых жителях Туркестана расскажет Рауль Габитов. У Баян Ратаевой трое малолетних детей. На каждого она получает 21 тысячу тенге. Несколько месяцев женщина откладывала деньги и накопила на собственный бизнес. Сбережений хватило на две коровы и 80 кур. Теперь Баян продает соседям молоко и яйца. 40 из 80 кур ежедневно несут яйца. Их мы везем на рынок. С вырученных денег покупаю все необходимое детям. Молоко мы также продаем. А наши малыши обеспечены молочными продуктами. В будущем планирую увеличить количество кур и поголовье скота. Всего в Туркестанской области адресной социальной помощью охвачены 419 тысяч жителей. Своё дело за счёт АСП в регионе открыли больше 4 тысяч семей. Соцподдержку многодетным и малообеспеченным семьям оказывает и специальный штаб. Сельчанам помогают трудоустроиться и даже обрести жильё. Некоторым жителям оказывается дополнительная поддержка, не предусмотренная бюджетом. То есть за счёт спонсоров. Например, больше 3 тысяч семей в этом году получили помощь на 115 миллиардов тенге. Им помогли с покупкой одежды, продуктов и оплатой коммунальных услуг. По словам специалистов, адресная социальная помощь себя оправдывает. Но нужен контроль, чтобы избежать случаев иждивенчества. 36 семей из Нур-Султана сегодня переехали в Экибастуз по программе Нур-Ла-Ертас. Акимат Павлодарской области обеспечит их работой. Детей из многодетных семей бесплатно устроят детские сады, обеспечат школьные форумы, принадлежностями и питанием. На каждого ребёнка и одного из родителей предусмотрены проездные билеты. А самое главное, платить за арендную квартиру они будут в мизерную сумму 99 тенге за квадратный метр. Через 5 лет жильё можно будет приватизировать. Тем же многодетным семьям мы с начала года порядка 20 квартир уже выдали местными Киевастузскими. Во-вторых, сейчас вот буквально, ну последнее уточнение, я не могу сказать, где-то числа 5 июня, наверное, мы активом области выделили средства порядка 250 миллионов для выкупа для многодетных семей на вторичном жилье квартиры. Дефицит поливной воды ощущается в южных регионах страны. В Жамблской области за последние несколько десятилетий объём живительной влаги уменьшился в полтора раза. Специалисты провели анализ и выяснили, что из 182 тысяч гектаров земли более 85 тысяч не поливают. Это связано со снижением пропускной способности старых каналов и разрушенных лотков. Как намерены решать проблему ответственные специалисты, расскажет Анастасия Сулейманова. Аграрии нескольких районов Жамблской области столкнулись с нехваткой живительной влаги и едва не остались без урожая сахарной свёклы и кукурузы. Как известно, регион на 80% зависит от водных ресурсов Кыргызстана. А в период массового полева соседи взяли и сократили сброс воды в регион. Мы официально написали им письма и они официально нам ответили, что за счёт снижения поступления естественных истоков мы тоже сократили подачу воды в Казахстан. Ну, конечно, она повлияла в некоторой части для сельхозтоваропроизводителей Курдайского района, Меркенского района. В Курдайском районе в основном расположена там кукуруза на зерно, в Меркенском районе в основном сахарная свёкла. Но, естественно, есть у нас внутренние источники. Сейчас данный вопрос на контроле. Из-за снижения пропускной способности старых и бесхозных каналов из 182 тысяч гектаров земель в Жамбулской области более 86 тысяч не поливают. Неслучайно заброшенные сухие водные артерии передали на баланс государства. Для ремонта свыше 400 каналов выделили 43 миллиарда тенге. После реконструкции полив земель надеются восстановить. Всего же в поливной сезон региону требуется 1 миллиард 700 миллионов кубометров воды. Этот объём рассчитан в соответствии с площадью посевных культур. Между Жамбулской областью и Кыргызстаном есть договорённость о сбросе 2 миллиардов 200 миллионов кубометров воды в год. Однако подачу живительной влаги были вынуждены сократить. Возможно, из-за увеличения своих орошаемых земель, сетуют специалисты. Они уверены, что дефицит поливной воды в целом по стране возник из-за того, что основная часть растительной воды формируется за её пределами. А на территории нашей республики всего лишь около 45%. В нашей республике около 65-70% орошаемых земель поливается диким напуском. То есть, происходят колоссальные потери растительной воды на глубинную фильтрацию, на испарение. Капельное орошение исключает такие потери. То есть, исключаются потери воды на испарение, на глубинную фильтрацию. Тем самым мы экономим орошительную воду и имеем возможность вводить в орошаемый клин дополнительные земли. Для обеспечения продовольственной безопасности в республике действует программа развития орошаемого земледелия. Так, до 2023 года планируется ввести в орошаемый клин порядка 610 тысяч гектаров земель. Чтобы выполнить задачу, нужно применить влагосберегающие способы орошения, считают специалисты водного хозяйства. Кроме того, капельное и дождевое орошение также поможет повысить в несколько раз урожайность и сэкономить объёмы минеральных удобрений. Преимущество новых технологий ощутил глава крестьянского хозяйства Бауржан Тажиханов. За эти последние годы у нас были проблемы с нехваткой водой. И в прошлом году установили дождевальную установку. Поливаем где-то раз в неделю. Он 50 гектаров поливает за трое суток. Раньше надпуском поливали, а рычным 50 гектаров, допустим, поливалось где-то дней 15. Влагосберегающие технологии в области применяют пока на 20 тысячах гектарах земель. В будущем эту площадь планируют увеличить. Специалисты сельского хозяйства заверили, что сейчас в регионе подача воды стабилизировалась. На урожаи перебои почти не отразились. Сейчас идёт сбор основных культур. В достаточном объёме заготовили и травы для скота. Анастасия Сулейманова, Руслана Хотела, Жамбулская область, Хабар-24. Второй республиканский турнир по дуатлону прошёл на побережье озера Алаколь в Алматинской области. Он собрал 100 лучших легкоатлетов страны. Состязались они по четырём возрастным категориям в двух видах спорта. В беге на дистанции 3,2 километра, а также в 10-километровом велопробеге. В итоге лучшим на всех этапах признан чемпион Азии по лёгкой атлетике Даниэр Орбангали. По словам организаторов, в этом году границы турнира значительно расширились для участия. В нём приехали спортсмены из Алматы, Восточного Казахстана и Алматинской области. Теперь моя цель принять участие в турнире по лёгкой атлетике, который будет проходить в 2024 году в Париже. Буду упорно готовиться к нему и, думаю, смогу достойно защитить честь страны. Мы посвятили эти соревнования году молодёжи, пропагандируем здоровый образ жизни. Также одна из целей именно проводить их на побережье Алаколя, чтобы и туристы могли принять участие в нём и внести свой вклад в развитие туризма. И на этом пока всё. Сурдоперевод выпуска обеспечил Хасан Исраилов. До встречи. Хасан Исраилов